Берем обычное печенье к чаю, типа юбилейного, без добавок. Нам нужно будет размягченное сливочное масло комнатной температуре, какао, орехи. Вот здесь у меня и грецкие орехи, и фундук, и наше классическое сгущенное молоко. Орехи измельчаем с помощью кухонного комбайна в такую достаточно крупную крошку. Вот такую. Измельчаем с помощью кухонного комбайна печенье в такую же крошку. В несколько заходов придется это делать, в два или три. Во вторую порцию измельченного печенья добавляем какао. И тоже все измельчаем. Теперь к печенью добавляем измельченные орехи и все перемешиваем. Смешиваем мягкое сливочное масло, оно уже должно быть комнатной температуры, сгущенку с нашей массой из печенья и орехов. Берем чистые руки и все это руками, ложкой будет сделать невозможно. Смешиваем в однородную массу. Нам понадобится пищевая пленка, фольга и вот такие красивые ниточки. Колбаски обязательно сначала нужно упаковать в пищевую пленку, потому что если вы их упакуете сразу в фольгу, то они прилипнут к фольге и будет не очень удобно их отдирать. Вот у нас получились четыре такие колбаски. Выглядят они все еще не настолько привлекательно, чтобы их можно было на праздничный стол или дарить. Сейчас мы это исправим. Вот такие у нас красивые получились колбаски. Их можно хранить дней 5 просто в холодильнике, но можно положить в морозилку. И они будут храниться до трех месяцев, поэтому сильно заранее до праздника их можно приготовить. Не испортится, все с ним будет хорошо, красиво, нарядно и очень вкусно.